dvhub.ru Подробные данные более 100 ресторанов и кафе. Афиша для 600 тысяч хабаровчан. Новости города каждые 15 минут. dvhub.ru Сайт Хабаровска. Проинформировать вас о текущем статусе с точки зрения администрации президента и реализации проекта «Отного гитара». Как вы все знаете, что две недели назад стартовал проект предоставления «Отного гитара» земли. Он начал работу в пилотном режиме. В каждом декабре Российской Федерации были определены пилотные районы. И уже в первые дни работы показал, что закон крайне востребован. В настоящий момент подано уже 1623 заявки. Динамика прироста заявок примерно 100 заявок в день. Более 260 тысяч посещений сайта на Дальний Восток РФ, где можно через электронную систему федеральную подать заявку на получение земли. На сегодняшний день в Росреесте уже зарегистрировано 8 договоров безвозмездного пользования земли. При этом надо отметить, что 5 из них приходится на Хабаровский край. Еще 9 договоров находятся в стадии регистрации. Хабаровский край вызывает немалый интерес у жителей. Хотел бы, конечно, акцентировать, что наибольшей популярностью пользуются Приморский край на сегодняшний день. Примерно половина заявок это в Приморском крае. Но в Хабаровском крае тоже немало, примерно 21%. Это зарядки на получение участков в пилотном регионе. Две недели назад мы планировали визиту Юрия Петровича Трутнева. И вот два дня назад прошло совещание под его предпринимательством как раз по вопросу развития проекта о предоставлении земельных участков. Было рассмотрено, как идет работа в Приморском крае. Посмотрели, насколько готов уполномоченный орган предоставления земельных участков. Насколько качественно оказывается помощь тем гражданам, которые подают заявки. Нет ли каких-то искусственных ограничений. Были выявлены целый ряд технических моментов, которые, во-первых, не позволяют гражданину сориентироваться при подаче заявки. Во-вторых, ведут к отказу от выполнения его заявки. И вот эти все моменты, просто сейчас не будут занимать время, так как нет посвященного совещания. Но все вот эти вопросы, они были тут же адресованы Росреестру, который был представлен в рамках заместителя руководителя. И все они войдут в протокол. Малые формы хозяйствования в окоповочном комплексе края представлены христианскими, фермерскими хозяйствами, дисходяйственными, потребительскими кооперативами различных видов, личными подсобными хозяйствами сельских жителей и их аналогами для городских территорий и дачно-местководческими участками. Ну, несмотря на скромное название, малые формы, на самом деле этот вид хозяйственных производителей производит три четверти продукции из хозяйственной Кабарской края. Поэтому правительство края, используя различные федеральные инструменты, плюс добавляя свои, оказывает данному виду всяческую поддержку. Итак, по состоянию на 1 января 2016 года на территории края было зарегистрировано 395 крестьянских и фермерских хозяйств, в том числе 286 действующих и отчитывающихся, 6 сельскохозяйственных отместных кооперативов, более 72 тысяч лично способных хозяйств и свыше 98 тысяч дачных и задовольческих участков. Перейдем к мероприятию по поддержке и начнем с крестьянских и фермерских хозяйств. Значит, крестьянские и фермерские хозяйства приметают статус сельхозтоваропроизводителя и, соответственно, возможность получения тех или иных видов поддержки по факту регистрации. То есть человек зарегистрировался в виде индивидуального предпринимателя главы крестьянских и фермерских хозяйств и сразу, не через год, получает право на все виды поддержки сельхозтоваропроизводителей, на сдачу килограмма молока, мяса, на месляжную поддержку и так далее. Но наиболее воздребованной у крестьянских и фермерских хозяйств является специализированная поддержка, так называемая грантовая поддержка. Поддержка грантова бывает двух видов. На создание развития крестьянско-фермерского хозяйства и на развитие семейных животноводческих ферм. Первый грант – это поддержка для начинающих фермеров. Софрока регистрации не более двух лет. Максимальная сумма гранта на создание и развитие хозяйства составляет полтора миллиона рублей. Средства могут быть направлены на приведение земли, животных, техники, строительство и конструкции производственных помещений, подключение к инженерным сетям и так далее. Специализация основного хозяйства может быть любая, как животноводство, так и растеневодство. Грант на создание и развитие КФХ может получиться человеком только один раз. Это рассматривается как помощь стартаповская. Дали деньги, и человек должен вырасти до какой-то величины безубыточной. Требово не в СССР. Профильное образование для наличия опыта работы в возрасте не менее трех лет. Тут учитывается в том числе и наличие в течение трех лет личного подсобного хозяйства. То есть не обязательно будет заканчивать какое-то там учебное заведение. Достаточно заниматься этим, скажем так, в свободное от работы время. Второе, значит, требование. Наличие собственных средств в размере не менее 10% от суммы запрашиваемого гранта. Далее, значит, хозяйство должно быть единственным местом работы фермера. На каждые 500 тысяч рублей из полученных средств поддержки должно быть создано не менее одного рабочего места. И максимальный срок использования гранта – полтора года. Двхаб.ру Подробные данные более 100 ресторанов и кафе. Афиша для 600 тысяч хабаровчан. Новости города каждые 15 минут. Двхаб.ру Сайт Хабаровска.